Слава Украине! В правительство Германии поступило 30 заявок от компаний, которые хотят инвестировать в Украину в модернизацию украинских предприятий и энергетики. О создании совместного предприятия между немецким оборонным концерном «Рейнметал» и государственным концерном «Украинская оборонная промышленность» было объявлено во время немецко-украинского бизнес-форума в Берлине. Создание совместного предприятия без преувеличения является знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира. Предприятие будет обслуживать и ремонтировать технику, поставленную партнерами Украины. Также на предприятии будет проходить локализация производства ведущих образцов техники «Рейнметал Айджи». Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины в Телеграм. Страны НАТО должны наращивать расходы на оборону и производство вооружений с расчетом на долгосрочную перспективу и выполнить три главные задачи. Поддержать Украину, решить оборонные потребности союзников и удержать альянс на острие технологического прогресса. Об этом генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил на промышленном форуме НАТО в Стокгольме. Отношения между правительствами, государствами и оборонной промышленностью всегда были важны. Но сегодня это жизненно важно по трём причинам. Чтобы поддержать Украину, укрепить нашу собственную систему сдерживания и обороны и обеспечить наше технологическое совершенство. Министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин прогнозирует существенный рост отечественного производства военно-промышленного комплекса в ближайшие полгода. По словам экспертов, международные компании уже готовы инвестировать в оборонный комплекс Украины. Это означает, что уровень ВПК Украины в ближайшей перспективе достигнет стандартов НАТО. Сейчас уже созрела ситуация, и на Западе это понимают, что наилучшим решением вопроса скорейшего прекращения войны является обеспечение Украины необходимым вооружением. Причём таким, который бы она производила сама. Сейчас как раз Украина становится в плане развития новых систем вооружений и интеграции разных систем передовым страной и центром притяжения, в том числе и оборонных компаниях. В Украине уже началось строительство завода «Байкар». У турецкой компании в планах создать минимум 300 рабочих мест. Производство дронов будет самодостаточным и взаимовыгодным для Украины и Турции. Компания намерена инвестировать 100 миллионов долларов. Деньги пойдут на три проекта, в том числе и завод. Его планируют построить за полтора года. Виктория Смирнова для телеканала Freedom.